Еще раз добрый день, еще раз здравствуйте, еще раз поздравляю вам с праздником. Сегодня большой праздник Покрова Божьей Матери. И я осень, время сбора урожая, и вот мы начинаем представлять вам наш урожай, дивизиону продукты для здоровья. Сейчас достаточно большое количество будет выходить новинок. Знаете, как ждала-ждала, пока не дождалась, таки этого счастья. И вот открывает серия школ, которую мы будем проводить. Панюшин Сергей Константинович, доктор медицинских наук, технолог, великолепный разработчик, изобретатель. В общем, у него много регалий, у вас там все написано. И будем тратить на это время. И я специально попросила Сергея, чтобы поговорить с вами именно о биоритмах органов. Потому что очень часто возникают различные проблемы, совершенно нам непонятные, вроде бы на голом месте. Вот сейчас у всех начинаются проблемы, и уже у кого-то идут достаточно давно проблемы, например, с желчным пузырем. Непонятно, почему ничего вроде никогда особо не было, а вдруг такая проблема возникла. А время желчного пузыря идет ослабление. И поэтому надо просто обращать внимание на какие-то вещи. Я знаю, что Сергей Константинович занимается этим вопросом очень-очень много лет уже. И более того, нам разрешили в новом каталоге, который будет продукты для здоровья уже со всеми новинками, нам даже разрешили указать там ритмы органов, время активности органов, по времени суток, по месяцам, по сезонам. И как введение в эту историю Сергей сегодня расскажет вам, скажем, какой-то общий материал, который дает, скажем, общее представление для образованного человека. На мой взгляд, это никакая не эзотерика, тысячелетиями этой наукой пользуются на Востоке. Сейчас у нас уже о магнитно-резонансных методах говорят достаточно серьезно. И думаю, что вам это очень поможет в вашей дальнейшей жизни. Ну, в первую очередь, для себя. С одной стороны, что очень важно для себя знать и понимать, что вообще с тобой происходит. Ну, а второе, это помогает вам при продаже. Мы же все с вами зарабатываем деньги, предлагая наши замечательные продукты. И я передаю с удовольствием слово Сергею Константиновичу. Пожалуйста. Добрый день. Ну, в общем, самая главная задача у нас поговорить сегодня о том, что такое сложить представление общее, что такое биоритмы, почему они важны для того, чтобы эффективно ими пользоваться и получать больше пользы от этих явлений. На самом деле, все биологические процессы, которые происходят в любом организме, в том числе в нашем человеческом организме, они являются периодическими, то есть ритмическими процессами. Вот на слайде представлены различные виды ритмических процессов. То есть мы знаем, что сокращение сердца, дыхание у нас сносит ритмический характер. И многие энергетические процессы, в том числе, тоже являются ритмическими. Вот в правой части слайда нарисовано, как в течение суток у человека меняется родоспособность, другие функции, как меняется частота пульса, температура тела. То есть все процессы являются ритмическими. Соответственно, если мы используем эти ритмы, то мы получаем больше эффект от использования каких-то средств или методик. Какие, в принципе, ритмы существуют? То есть существуют ритмы очень высокой частоты с длительностью нескольких секунд, то есть, например, сердечные сокращения. Есть ритмы суточные, то есть, например, многие гормоны имеют пик активности и спад активности в течение суток. Есть околомесячные ритмы, мы знаем, что женский гормональный цикл имеет месячный ритм. Есть годовые ритмы, когда определенные органы системы в определенный период года становятся более активными или, наоборот, слабыми. И происходит такое очередование. Но существуют и многолетние циклы. Мы в основном поговорим с вами о ритмах, которые связаны с длительностью суток и связаны с периодом в длительность год. И вначале мы поговорим о том, какие, в принципе, существуют подходы о изучении ритмов. То есть, есть классическая китайская медицина, которая сформировала свои представления о ритмах уже достаточно давно, много тысяч лет назад. И есть современная западная наука, которая только сейчас формирует эти представления, более подробно изучает, какие ритмы, какие гормоны, какие процессы, с какой длительностью и как они работают. Например, в классической китайской медицине существует такое понятие, как система УСИН, она называется. То есть, когда описываются различные органы и как они взаимодействуют, как энергия переходит из одного органа в другой. Например, тонкий кишечник, сердце, относятся к стихии огня, вот они обозначены красным светом, передают энергию желудку, селезенке, дальше передают легким толстому кишечнику, последствия почки, мочевой пузырь и желчный пузырь печени. И так в течение суток происходит переход энергии от одних органов к другим. Соответственно, зная, в какой период суток, в период года какой орган находится в активности, мы можем это использовать. В современной биоритмологии западной существует такой подход, который называется превентивный. То есть, наиболее эффективно использовать средства, направленные в отношении какого-то органа, как раз в период его максимальной активности. В этот период получается наибольший эффект в отношении этого органа. Итак, что описывает классическая китайская медицина о суточных периодах активности органов? То есть, например, если взять день равноденствия, когда приблизительно ночь равна дню, и посмотреть, как переходит энергия от одного органа к другому, то вот здесь, на этом слайде расписано, что приблизительно максимальная активность у печени с часу до трех ночи, легких с трех до пяти, толстый кишечник с пяти до семи и так далее. Вот здесь этот суточный оборот перехода энергии на этом слайде представлен. На следующем слайде более подробно здесь представлено, какие органы, они, как правило, парны между собой, легкий и толстый кишечник, то есть они очень близко с вами взаимосвязаны. Также с ними связаны и другие системы. То есть, например, если мы говорим о состоянии кожи, функции носа, о микрофлоре кишечника, то мы привязываем как раз к состоянию именно с этими меридианами, с этими органами легких и толстого кишечника и так далее. То есть по этому слайду желудок, селезенка, она, например, связана с полостью рта и мышцами, сердце, тонкий кишечник – это язык, нервная система. Мочевой пузырь и почки влияют и взаимосвязаны с репродуктивной системой, состоянием слуха, костями, зубами. Соответственно, если мы будем говорить о каких-то продуктах, которые направлены в отношении костной ткани, то, соответственно, мы должны говорить о меридиане мочевого пузыря и почке и связывать их с соответствующей активностью в этой таблице представленной. То есть максимальная активность приблизительно, если мы заботимся о костной ткани, принимаем продукты, делаем какие-то процедуры, направленные в отношении костной ткани, то мы должны это оптимально делать с 3 до 7 часов вечера, то есть с 15 до 19 часов. Если мы говорим о том, чтобы получать максимальный эффект в отношении печени и желчного пузыря, то оптимальным периодом во времени суток будет ночное время, в районе полночи до 3 часов. Отсюда же формируется и представление по годовому периоду активности. То есть разные органы, разные меридианы имеют определенные периоды активности и по сезону. То есть, например, легкий, толстый кишечник, кожа, органы обоняния, максимальная активность имеют осень. То есть это период октябрь-ноябрь. Здесь единственное, нужно обратить внимание, что у нас как бы в нашем классическом представлении 4 времени года существует, то в китайской медицине существует 5 периодов сезонов в году. Хотя на самом деле в народной традиции выделяются у нас тоже 5 периодов. То есть, например, помимо лета есть еще позднее лето. У нас есть такое название бабье лето. Это отдельная дань женщины. Да, то есть это на самом деле и в России в традициях существует выделение этого периода года, который приходится с второй половины августа в среднем до начала октября. То есть каждый период для каждых вот этих органов составляет приблизительно около 2-3 месяцев. Соответственно, зимний период для средней полосы у нас более длительный. И, соответственно, активность этих органов, связанных с состоянием почек, мочевого пузыря, то есть более длительно у нас представлена. Ну, и, соответственно, выучить эту таблицу достаточно сложно. Нужен какой-то определенный период, чтобы с этим ознакомиться, вникнуть и уже использовать ее на практике. Да, вот можно вернуть ее, я задам вопрос. Вот, я вижу по таблице следующее. Значит, у нас идет желудок, селезенка, поджелудочная железа. Значит, с 9 до 11 у нас максимум, с 21 до 23. Значит, у нас минимум, да? То есть не рекомендуется принимать препараты, да, которые... Или рекомендуется? Нет. Вот, как еще раз я бы хотела заострить на этом внимание, или, допустим, печень. Там с 23 до 3 часов ночи я должна принимать какой-то препарат, который, допустим, вот у меня проблемы с печенью. А мне врач говорит, выпейте, пожалуйста, это утром, или пейте натощак, или пейте после еды, или пейте во время еды. Как можно связать вот эти знания, которые не будут противоречить рекомендациям традиционной медицины, кое вы представляете в данный момент тоже? Вот. Ну, если у нас желудок и поджелудочная железа максимум имеют с 7 до 11 утра, то есть в этот период они, значит, наиболее полноценно и будут работать в отношении тех функций, которые они выполняют. То есть будут лучше переваривать пищу, лучше переваривать углеводы, белки и так далее. Но их минимум приходится, соответственно, уже на 8, 9, 11 часов вечера, соответственно, нагружать эти органы богатыми углеводами пищи нежелательно. А белками? Ну и, соответственно, белками. Да, слишком белков. Поэтому говорят, что козь не ужин плохо, да? Да. Но, с другой стороны, мы знаем, что, например, легкий толстый кишечник, да, имеет активность максимально в утреннее время, да? То есть либо для жаворонков тогда это будет рекомендоваться, когда они рано встают, то это ранний завтрак, либо, если кто ведет другой образ жизни, то значит, это должен быть поздний ужин или поздний прием продуктов, которые направлены на толстый кишечник. То есть, поэтому, например, если мы заботимся о микрофлоре толстого кишечника, используем при биотическом продукте, то этот продукт, обязательный прием, должен быть на ночь. Вот. Здесь уже нагрузки на поджелудочную селезенку мы не получаем, но получаем максимальный эффект в отношении толстого кишечника, микрофлоры, легких и кожи. Спасибо. Спасибо, да. Дальше, Ханфу. Теперь, что говорит по этому современной западной наук? К сожалению, изучение ритмичности каких-то процессов на биохимическом уровне – это более трудоемкие процессы, но если посмотреть по различным гормонам, то разные гормоны тоже известно, какие имеют суточную активность. Вот здесь, на этом слайде представлены классические периоды активности для гормонов кортизола, коры надпочечников гормонов, также мелатонина, кортизола. То есть в определенные периоды им есть минимумы, есть максимумы активности. То есть это подтверждает то, что многие процессы, многие явления имеют суточный ритм. И это тоже следует учитывать. А зачем, допустим, нашим консультантам, если мы вернемся сюда, знать суточные ритмы выработки гормонов? Какую роль гормоны, вот если очень коротко, буквально за одну минуту, можно объяснить консультанту? Допустим, вот у тебя написано, в лечении секреции кортизола, корой надпочечников, допустим, это уже после 24-х и так далее. Можно коротко прокомментировать, потому что вот они видят таблицу. Да, ну, например, известно, да, что многие функции с надпочечниками связаны с тем, что оказывается наиболее мощный противовоспалительный эффект. То есть поэтому, например, известно, что многие средства, связанные с обезболиванием, с противовоспалительными эффектами, наиболее эффективно работают в утренние приемы, чем в вечерние приемы, потому что это совпадает и накладывается на те ритмы естественных гормонов, которые у нас существуют. Мелатонин, то есть, ну, мы в следующих слайдах более подробно поговорим о функции этого гормона, заключается его эффект в том, что он вырабатывается в ночное время года, и с ним связана деятельность, определяющая ритмику многих других связанных процессов, то есть в том числе спокойствие определенное, равновешенность, то есть связанные с процессы с как бы успокоением или торможением определенных процессов. То есть поэтому мелатонин эффективно образуется ночью, но именно в темное время, то есть об этом нужно поподробнее поговорить. То есть вот на этом слайде представлен механизм, все мы знаем витамин D, но на самом деле это больше даже гормон, чем, собственно, витамин, потому что эффекты его достаточно широкие. А почему говорят про гормон? Что говорят про гормон? Витамин D – это про гормон. Да, потому что это предшественник гормона, то есть который образующий в результате D-гормон, а витамин D – это ну как бы сложившийся стереотип, а на самом деле это гормон. Тот же самый аналогичный стероидный гормон, как многие мужские и женские половые органы, гормоны. И его функция состоит в том, что он обладает не только способностью влиять на кальциевый обмен из состояния костной ткани, но в принципе и влияет на фазы развития практически всех органов и тканей, потому что рецепторы, чувствительные к D-гормону, представлены во всех ядрах практически всех органов и тканей. Поэтому когда ультрафиолет влияет на образование витамина D, то есть, например, ультрафиолет области B, который способен образовать витамин D летом, стимулирует образование этого гормона и, соответственно, происходит запуск связанных с этим явлением процессов. То есть, например, с уровнем гормона D в крови связано, например, с состоянием либидо у мужчины и женщины. То есть, если дефицит этого гормона, обусловленный дефицитом ультрафиолета, то и дефицит, соответственно, этого состояния, этих функций. То есть, говорят, что северные женщины более холодные, потому что у них солнца мало или кровь. Да, то есть ультрафиолет области B, то есть там на севере люди медленнее как бы формируются, позже формируется репродуктивный возраст, возраст, способность где-то рождения, и раньше заканчивается. А на юге там есть регионы, где, например, от 40 градуса северной широты и ближе к экватору, там ультрафиолет вот этой области, который определяет синтез витамин, он присутствует круглогодично, и поэтому у них вот таких сезонных пиков меньше. То есть все, кто живут при экваториальных зонах, для них, в принципе, о чем мы говорим, как бы имеет мало значения. Для нас, которые живут в ритме постоянной смены длительности суток светового дня, изменения спектрального состава света, то есть у нас больше вот этих всех изменений, сезонных изменений в организме. Да, вот мы вступаем в осень, поехали дальше, потому что, ну вот, все понятно, но... Вот, следующий, да, ну, следующий, например, следующий пример, что как зависят другие гормоны, то есть от ультрафиолета области А, от других гормонов. То есть раньше считалось, что только через сетчатку глаза, через глаз может поступать информация о длительности дня и так далее. То есть по последним данным и в коже, и в других органах есть такие рецепторы, как криптохромы, их поэтому так и назвали, крипто. То есть долго искали, не могли найти. Криптология такая наука, да? Они... И когда их обнаружили, было установлено, что когда ультрафиолет воздействует даже на кожу, не обязательно сетчатку глаза, то запускаются механизмы по синтезу такого важного гормона, как серотонина. Чем больше серотонина образовалась днем, тем больше из него ночью образовалась мелатонина. И чем вот это больше раскачка, опять мы говорим о ритмических процессах, тем больше идет сигнал, вот этот скачки уже идут именно изменения ритмов других гормонов. И в результате это определяет уровень важнейших таких гормонов по цепочке, да? Гонадолибиринт, лютонизирующий гормон и так далее. На тестостерон и так далее. И что из этого мы делаем вывод? То есть без поддерживающего воздействия ультрафиолета днем и отсутствия света ночью, наша гормональная система, то есть ее ритмика, будет постепенно ослабевать. То есть нужно постоянно подвергать свой организм воздействию солнца, выходить днем на солнышко, а ночью спать в темноте. Чем ритмичнее будет это воздействие, тем стабильнее, надежнее будет гормональная система, все сопочиненные к этому процессу. То есть коротенько об этом, что существует суточный ритм ультрафиолета, область А, то есть, например, связан с длительностью светового дня, и годовой ритм солнечного света, ультрафиолета меняется. Соответственно, это действует на фоторецепторы, это, в свою очередь, действует на гормональную систему, эндокринную систему, и реализуется уже в эмоциональном поведении функция различных органов и систем. С чем это связано? То есть, ну, здесь вот такой слайд, что понятно, да, солнце у нас, да, да, имеет наклон определенный, поэтому толщина слоя меняется и так далее. То есть, вот суточный цикл серотонина, он максимум имеет днем, солнечный день, минимум ночью. Функции мелатонина максимум ночью, минимум днем, но эти функции должны поддерживаться. Чему все, вот это разговор о солнечном длительности и так далее? Это все к тому, что все процессы у нас ритмичные, но, чтобы они были синхронизированы, их нужно периодически подстраивать. Вот эта подстройка, синхронизация происходит под воздействием различного спектра излучения света. То есть, если, например, вот раньше проводили такие эксперименты, да, то есть, если ритмы имеют суточную длительность, и человека поместить в бункер без освещения, без всего, без какого-то контроля длительности времени, часов и так далее, радиоисточников информации, то он сбивается постепенно с этого ритма и переходит на, например, более длительный. То есть, сутки у него становятся не 24 часа, а постепенно 26-28 часов и так далее. То есть, он уходит из этого ритма. Но как только он поднимается на поверхность и под воздействием Солнца переходит, то суточные ритмы у него опять возвращаются в норму. То есть, десинхронизация многих процессов у нас связана с тем, что мы нарушаем свои взаимоотношения с различными энергетическими процессами, происходящими вокруг нас. Например, от воздействия солнечного света. И таким образом, чтобы у нас нормальная гормональная система работала, нужны много факторов. Мы говорим о тех факторах, на которые мы можем влиять в данном случае. То есть, это нормальная функционирование микробиоциноза пищеварительного тракта. Микробиоциноз – это что такое? Это микрофлора. Это бактерии, которые живут у нас в кишечнике, которые выполняют огромную работу. Без них гормональную систему и организм содержать в полноценном порядке невозможно. То есть, их нужно постоянно поддерживать. Этим мы регулируем биосинтез серотонина. Нужен солнечный день. То есть, если мы день пропустили, это не так страшно, но периодически, чтобы себя синхронизировать, нужно быть на солнце. Если и при этом солнце должно быть доступно, то есть, попало на кожу руки, глаз, Лучше это, чтобы было несколько часов, по большому счету. Хорошо, мы работаем, день короткий, ладно. Значит, можем как-то это все негативировать. Что такое обеспечение потребностей в субстратах? То есть, имеется в виду, что должны быть для нормофлоры, должны быть пребиотики, а для синтеза того же серотонина должны быть аминокислоты, чтобы образовался этот гормон. То есть, это должно быть питание, содержащее и пребиотики, и белковую пищу. И полноценный сон в темноте, отсутствие света. То есть, очень важно, потому что у нас есть и уличный свет, который попадает, есть люди, которые дневной сон используют, но он неполноценный в данном случае, потому что образование, либо ночники иногда используют какие-то светильники. Этого небольшого света достаточно, чтобы прекратился синтез мелатонина, и, соответственно, вот эта амплитуда гормонального статуса, она снижается. То есть, и как бы мощность, будем так говорить, организма сильно снижается. Да, это мы пролистаем. То есть, и вывод такой, что многие процессы, биоритмы у нас подчинены фотопроцессам. По обострениям мы можем пройтись, по обострениям заболеваниям. Да, то есть, вот, соответственно, есть вот периоды, когда какой-то ультрафиолет или другой спектр появляется в солнечном свете, когда-то он, наоборот, исчезает. И именно по статистике получается, что в эти периоды чаще всего происходит обострение хронических заболеваний. Опять же, связанных или типичных тем или иным органам, которые имеют минимумы в эти периоды. То есть, у нас получается всего, в основном, 4 периода, где происходят максимумы различных обострений. А почему осень? Вот почему у нас осень такая пустая? Вот здесь все есть, у нас сейчас осень, а там ничего нет. А осень, потому что осенью у нас ультрафиолет области В ушел, да, и все, практически больше скачка никакого, больше происходить не будет. И вот так и не будет уже у нас ультрафиолет области В до весны. Только весной будет скачок по этой. А вот зимой произойдет минимум перехода, значит, день уменьшался, уменьшался, и потом вдруг начал расти. То есть, это для нас тоже определенный стресс. В это время тоже происходят определенные заболевания. И поэтому у нас пиковых сезонов 4 в году, связанных с воздействием на нас света. Вот именно ультрафиолет, и весь еще и другие воздействия. Да, да, да. Маги резонантные, против, да. Да, 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 да. Мы говорим только сейчас о том, как ультрафиолет, и видимый спектр на нас влияет в данном случае. То есть, это у нас максимум, это июнь, это у нас август, это у нас ноябрь, декабрь, и это у нас весна. То есть, приблизительно, март-апрель. Тогда я позадаю вопросы вот от слабообразованных, да. Значит, вот написано, значит, у нас максимум ультрафиолетовый... В июне. В июне. Маниакальные психозы. То есть, маньяки появляются летом и бродят по кустам не потому, что им тепло, а потому, что это время, когда вот эта вот тема, да. Да, обострение. Обострение, да. Обострение происходит в том числе... А почему это весеннее-осеннее, там весеннее-осеннее обострение? Почему это так? Да, весеннее или летнее обострение, да, оно связано с тем, что психозы связаны с избытком серотонина. То есть, это, например, чаще всего пик самоубийств приходится на июнь месяц, вот, связанных с этим состоянием. И больше его там, где больше ультрафиолета области А. То есть, например, больше самоубийств происходит в северных странах, там, в Швеции, Финляндии или в северных регионах, например, в Санкт-Петербурге чаще, даже в дореволюционной России, чаще было самоубийство, больше было количество самоубийств на население. Окей. Там у нас 10 тысяч населения, чем в Москве или в южных регионах. Тогда, допустим, у нас зима. А зимой депрессивный систем. Глубово, сахарный диабет, нефрит, депрессия. Значит, вот у нас, я так понимаю, падение ультрафиолета, да? Это самый минимум, да, когда все, и ультрафиолет области Б нет, и день самый короткий, и при этом происходит скачок, переход уже на удлинение дня. То есть, это для нас стресс. То есть, это вот связано дальше? Это как бы перещелкивание, перещелкивание организма происходит на другие. Ну, репродуктивная макроскость, у нас школа про другое. Да. Ну, и вот, например, здесь тоже пример приведен, что, например, заболевание. И вот как раз как получается, что все вот эти четыре периоды, когда наиболее аккуратным нужно быть к своему здоровью, приходится на четыре православных христианских поста. То есть, когда христианство православное предлагает человеку быть наиболее аккуратным и к своему питанию быть ограниченным, и ограниченным к своим эмоциям, к своему поведению и так далее. Ну, да, совпадает. То есть, как раз эти периоды и приходится... Кстати, мусульманские примерно на это же время приходятся. Я не анализировал, да. Я посмотрела эти две картинки, примерно то же самое. То есть, есть праздники, вот если сравнивать... Ну, здесь надо учитывать, что мусульманство все-таки характерно для южных регионов, и там свои... Но они думают, что это уже для... Я думаю, что там свои изменения по ультрафиолету. Здесь более упрощенная, обобщенная схема, как оптимизировать прием тех или иных препаратов или средств, или пищевых продуктов. То есть, все предыдущую часть, о чем я говорил, это говорил просто я к тому, что все явления, все биологические процессы у нас ритмичные, что их исправлять или изменять бессмысленно. Нужно пользоваться этими волнами. И для этого в определенное время использовать какие-то продукты, которые будут более эффектны в отношении тех органов или систем. Например, здесь объединены вот то, что я говорил, была таблица, там та же самая бронхолегочная система, толстый кишечник, кожа, и показаны, когда максимумы, когда в оптимальных принимать. То есть, если мы работаем, ставим акцент по созданию продукта, либо использованию продукта в отношении кожи и кишечника, то для этого нам самый максимальный эффект в отношении этих органов мы получать будем осенью, и если принимать будем продукт, либо поздно на ночь, либо рано утром, если это жаворонки, которые встают с восходом солнца и так далее. Ну, у нас сейчас расцветление, так что можно и не жаворонку выпить. Да, ну, и вот те вот периоды, которые я говорю, это именно для, как бы, когда равноденствие, да, то есть, когда день равен ночи, а когда, естественно, день удлиняется или ночь удлиняется, немножко эти временные периоды, часы смещаются. Вот, ну, это усредненный, да. Вот у меня такой вопрос. Я разговаривала буквально две недели назад с тобой, и спрашивала по поводу желчного пузыря и вот про все выделительные системы. И ты объяснил мне тогда, что осенью, когда, что мы очень связаны вот с внешней средой, в которой мы живем, и что осенью, когда прекращается там сокодвижение, да, по деревьям, когда эти процессы затухают, выделительная система наша начинает работать слабее. Да, я правильно понимаю? Что это? А потом весной, да, когда, значит, все это заново происходит. Вот я бы хотела, чтобы ты это прокомментировала. Сейчас мы говорим, желчный пузырь, да. Ну, не все выделительные системы осенью, да. А мы говорим, что печень, желчный пузырь, да. Ну, условно. То есть кожа в этот период, наоборот, работает в оптимальном режиме. Ну, то есть как сок выделяется. Почему говорят, желудочный сок, там, и так далее. Ну, вот мы когда самые первые, там, один из первых слайдов смотрели, то говорили, что желчный пузырь и печень – это им характерный зеленый свет, то есть называется это стихия энергии, там, дерева или ветра. То есть как раз, ну, и определенная взаимосвязь, как бы вот эти эмпирические наблюдения от природы, взятые китайцами, они, естественно, совпадают. Это не значит, что деревья напрямую влияют на нашу печень и все. Но, по крайней мере, эти процессы синхронизированы и аналогичны, да. То есть когда прекращается, замедляется сокодвижение в деревьях, то и желчный пузырь у нас начинает медленную работу. Когда начинается сокодвижение, март-апрель, да, то и печень, и желчный пузырь находятся в максимуме своей активности. Вот, в этот период работать над, как бы, состоянием этих органов будет носить максимальный эффект. Если сейчас работать над этим будет, ну, как бы, можно поддерживать, чтобы орган... Вот, я поддерживаю эти функции. Да, поддерживать функции, да. Но, как бы, эффективность этих средств все равно будет менее наглядной. Вот приведу пример, тогда задам вопрос конкретный. У меня, значит, у моих, там, внуков, у моей семьи практически у всех есть одна и та же проблема, это, ну, пережатый желчный пузырь, загиб желчного пузыря. Вот сейчас и я, и, скажем, все, мы периодически, хотя сбалансирована вся система, вроде мы себя держим в порядке, но у всех практически в правом подвибирии возникает периодически тяжесть, да. И мы начинаем какие-то препараты пить для того, чтобы поддержать орган, если в нем есть напряжение. Вот слушая, не зная тебя как доктора, да, люди, которые слушают, скажут, слушай, бог с ним, с этим желчным пузырем, пусть болит, весна придет, и я буду пить этот гиполайт, который вы новый выпустили, потому что он сейчас не нужен, поскольку сейчас у нас вообще не весна. И разбираться с ним нет никакого вот смысла. Поэтому хотелось бы вот с этого момента, да, поддержание органа в рабочем состоянии, когда пока идет минимум, а уже у нас все же любят чиститься, у нас же большая химчистка, да, мы чистим печень, чистим желудок, чистим кожу и прочее, прочее. А вот химчистку, вот эту, да, будем заряжать уже потом. Да, вот сейчас как раз орган ослабленном состоянии находится, да, печень, желчный пузырь. В это время его ослабевать, ослаблять еще чисткой не стоит, это для него опасно, да. А вот поддерживать, помогать, то есть какие-то использовать средства, препараты, там, пищевые продукты, которые улучшают способство восстановления, защите этого органа, то нужно использовать. А если продукты, которые будут весной использованы, да, то есть мы получим больше эффекта, и, соответственно, к осени, к минимуму, орган будет себя, ну, как бы, более удовлетворительно чувствовать, лучше, да, за счет, хорошо, если мы отработали его отношения весной. Вот, так и по другим органам, то есть здесь представлены и сердечно-сосудистые системы, и мочеводелительные системы и так далее. То есть зимой, например, заниматься проблемами с почек и так далее, очень рискованно в плане, если это какое-то очищение, или еще что-то. Но период поддерживания, то есть летом, все равно нужно их поддерживать, эти органы, период минимум. Окей, хорошо, значит. Ну, таблички эти можно будет потом, слайды останутся, можно будет их полистать, еще посмотреть. Да, потому что это достаточно сложный вопрос, который требует изучения, осознания и так далее. И теперь перейдем, потому что было достаточно много вопросов по новинкам, которые появились на рынке, да, то есть пропионика. То есть появился пищевой у нас новый продукт, который дополняет косметический продукт, который косметически был полностью предназначен для ухода за проблемной кожей, при акне и так далее. Теперь продукт для внутреннего применения, который дополняет его. Но на самом деле функции пропионики гораздо шире, чем только уход и работа над кишечником, над кожей. То есть более универсальный продукт этот на самом деле. И, кстати, нужно обратить внимание, что все новинки, которые мы сейчас делаем, в основном это продукты пищевые. То есть можно их называть так, новый класс сейчас, такое понятие, как продукты функционального питания. То есть продукты, которые влияют на те или иные функции тех или иных органов. Я бы сказал, такие умные продукты. Да. То есть это не биологически активные добавки, которые требуют или, вернее, с ними связано то, что курсы должны быть ограничены, должны быть какие-то ограничения по применению и так далее. То есть эти продукты представляют собой собственные пищевые продукты, которые не имеют таких ограничений по применению, как БАДы. Они могут использоваться круглогодично. Либо постоянно, либо регулярно. Единственное, здесь можно говорить только о том, что какая минимальная рекомендуемая длительность курса. То есть если длительность курса меньше, скажем так, лунного цикла, меньше 20 с небольшим дней, там 20-25 дней, то эффект мы можем не получить, потому что мы имеем еще внутримесячные циклы, которые мы говорили, активности. Вот у меня вопрос, который часто приходит нам в обратной связи. Ты потом про корову покажешь, картинка мне нравится. А здесь сейчас вопрос такой. Состав. Фруктоза, инулины, скорнице, кориорезистентный крахмал, гуаровая камень, сухой экстракт, травы, милиса, регулятор, подсырная сыворотка сухая, подсластитель сукралоз. И вот, значит, нам пишут письма, где у вас пропионово-кислые бактерии или что-то из них. Причем здесь подсырная сыворотка сухая. Будьте добры, Сергей Константинович, где у нас здесь пропионово-кислые бактерии? Пропионово-кислые бактерии у нас в подсырной сыворотке сухой содержатся. Почему? Потому что есть разные способы получения сыров. И один из способов с использованием пропионово-кислых бактерий, то есть один из классических сыров, например, советский, адыгейские сыры некоторые получаются с использованием пропионово-кислых бактерий. То есть по классической технологии. Вот Сергей Константинович – патриот. Вот сейчас у нас идет импорт и замещение. Да, это в том числе бактерии. Он правда патриот, я тоже, да. И поэтому, если бы мы написали бы здесь концентрат пропионово-кислых бактерий, то это было бы не совсем правильно, потому что это здесь в данном случае продукт переработки сыра, да. И с высокой концентрацией пропионово-кислых бактерий, которые являются пищевые. Они там живые, но если мы будем стандартизовать и указывать на упаковке, какое количество у нас бактерий и так далее, то это и ведет к удорожанию продукта, это ведет и к тому, что… Прокажи про корову Сергей Константинович. Да. Ну и вот здесь еще про состав. Значит, обратите внимание, что у нас состав, то есть комплексный, то есть он содержит эфитокомпоненты, является симбиотиком, то есть одновременно содержит и пробиотики из подсырной сыворотки, пребиотики из инулино-резистентного крахмала и гуаровой каменьки, и растительный экстракт. То есть, ну, это… А мелиса зачем? А мелиса в данном случае, она еще дополнительно, ну, как бы успокаивающий, спазмолитический эффект оказывает и так далее. Потому что, если мы говорим о проблемной коже, то проблемная кожа, всегда ее сопровождается с определенным эмоциональным состоянием. В чем связана специфика пропионокислых бактерий? То есть, ну, у каждого микроорганизма есть свои, как сказать, фундаментальные предназначения, зачем они существуют в природе. Вот пропионокислые бактерии, их функция, когда они находятся в живом организме, основная из функций состоит в том, что помимо того, что они участвуют в пищеварении, там и так далее, является защитной функцией. Потому что они вокруг себя выделяют вещества, которые стабилизируют, защищают другие клетки. То есть, если они живут у корови в рубце, в пищеварительном тракте, выполняют пищеварительную функцию, они ему помимо всего выделяют еще вещества, которые защищают от мутаций, изменений клеток, как самого организма этого животного, коровы, так и других микроорганизмов, которые рядом присутствуют. То есть, это универсальный антимутагенный эффект. Вот это основное предназначение пропионокислых бактерий. В любой ассоциации, с кем они живут, где живут, где работают и так далее. У человека самым органом, подверженным максимально, в отличие от других животных, является кожа, потому что она не так оволошена, нет столько шерсти, как у той же коровы и так далее. И наибольшее мутагенное воздействие от воздействия ультрафиолета, химических веществ различных и так далее, приходится на кожу. И в этом случае пропионокислые бактерии живут, обитают в протоке на выходе из сальной железы. То есть, там такие микроколонии образуются. Вопрос сразу. Я извиняюсь, да, поскольку у нас и так много времени, а хочется про все позадавать вопросы. Значит, когда мы готовили пропионику, мы говорили о том, что, в принципе, продукты, которые создаются, это совместная работа дивизиона, совместная работа предложений со стороны разработчика, автора. Мы обсуждаем, для чего это нужно, как это потом предлагать, как правильно объяснить консультанту, что вообще, что такое пропионика, там, раз, два, три, четыре, пять, это вот очень быстро нужно сказать. Я помню такую историю, что, значит, пропионово-кислые бактерии в нашем организме транзитные пассажиры. Ну, в принципе, все пробиотики, пробиотики, которые выделены не из нашего организма непосредственно, они транзитные, они попадают в наш организм, выполнят какую-то работу и уходят. То есть все препараты, там, аптечные, бифидум, бактерин, колибактерин, там, и так далее, которые мы принимаем, да, то есть любые йогурты, там, с бифидом или еще с какими-то бактериями, они все транзитные, они у нас не приживаются. В организме живут у человека только те микроорганизмы, которые свойственны ему, которые перешли от мамы к ребенку. То есть норма флора, да? Да, норма флора, которая переходит, и все. То есть чужеродная, если она не нужна этому организму, она не приживается и уходит. И в данном случае пропионокислые бактерии, в данном случае, даже, собственно, они практически сами не нужны, а нужны те вещества, которые они выработают, чтобы защитить клетки нашего организма от различных изменений. То есть мутации, то есть снижение риска онкологических клеток, снижение риска неправильного поведения клетки, воспалений и так далее. Вот пример, да, опять. Значит, сейчас эпидемия гриппа, хоть все и говорят, что у нас в стране эпидемии нету, но вот у нас в стране, в нашей маленькой, как бы есть. Вот все переболели, очень серьезно. Когда мы продукт вот готовили к выпуску и разбирались с ним, пожалуйста, полистай еще, следующий кадр, а не эпидемия, верни назад, извините, останется там же. Значит, и мы разбирались с этой историей. У меня три внука, Паша, Вася и Серафима. Вот я и вся семья, и нас много. Значит, мы все прекрасно знаем, что грипп – вирусная инфекция, но грипп не страшен сам вот по себе, а грипп страшен своими осложнениями. Последствиями, да. Да, и когда мы разговаривали с Сергеем Константиновичем, он сказал, что вот начался грипп, чувствуете, что вот заболеваете, или во время, вот вы понимаете, что начинается эпидемия, или вот время риска, да, появления каких-то бактериальных и вирусных инфекций, начинает давать детям, внукам именно пропионику. У меня, если Вася банку найдет или Сима, вот особенно младшая Сима, которая, извините, год и три месяца, да, которая просто пока не отнимем, она будет есть. Наверное, ребенок что-то там про себя думает. Я сказала Маше, чтобы внуков кормили там три раза в день. Им дают по маленькой ложечке, они это с удовольствием съедают. Они не разводят в воде, они едят сухое. И мы достаточно просто выскочили именно после того, как переболели гриппом. И во время гриппа, и после гриппа, потому что проблема мутации, да, защита, вот как, вот я прошу эту сторону, да, обратите внимание. Ну вот, вирус атакует, соответственно, иммунитет ослабляется. Иммунитет ослабляется, и вторичная уже бактериальная инфекция, которая может из нее поступить, либо постоянно присутствует у нас на слизистой, да, где-то, но в недостаточной концентрации и неагрессивной форме, она может превратиться в агрессивной. То есть у нее создались условия для того, чтобы размножиться, иммунитет не справляется. Она меняет свою генетику, становится агрессивной, начинается вторичная инфекция. Пропионику, если мы пьем, она выделяет вещества, которые препятствуют изменению генетики в агрессивную форму бактерий. И, соответственно, мы снижаем риск вторичных осложнений, вторичных инфекций и их последствий. И второй вопрос. Да, то есть здесь универсальный пропионики механизм, то есть она восстанавливает, защищает как клетки непосредственно при воздействии какого-то химического, биологического, рационного воздействия по изменению генома, да, но еще и способствует восстановлению, то есть достаточно универсальный. Вот еще один вопрос. Люди, проживающие, ну, скажем так, в зонах экологических бедствий или катастроф, или просто в плохой экологии, там эти процессы... Вредное производство, вредное производство и так далее, насколько актуально. Ведь тема, в принципе, такая самая. Москва – это, да, то есть постоянно вредная. Просто группа риска большая, все живут в этой группе риска, попадают там в определенные места. Насколько актуально в этом случае принимать пропионику? Вот мы рекомендуем ее, вот исследовать с тобой вместе, хотя бы один раз в день курсами вот тем людям, которые живут в неблагоприятных. Да, да, нужно использовать, то есть этот продукт нужно рассматривать как продукт, как бы для повседневного применения можно использовать. Почему? Потому что иногда какие-то негативы мы знаем, что, например, работаем на вредном производстве, или знаем, что мы на улице какие-то выхлопы неблагоприятные получаем. Но бывают и воздействия, которые мы не можем никак оценить, то есть последствия, например, каких-то заболеваний, или последствия после лечения каких-то антибиотиков. Мы просто не знаем, когда какой-то выброс нас даже не подтверждает. Да, да, естественно. В Казахстане была вообще потрясена эта ситуация. Было воздействие антибиотиков, какие последствия мы просчитать не сможем, а пропить пропионику – это несложно, а все риски существенно снижаются. Значит, в справочнике у вас более подробно будут прописаны все курсы, 21 день, там 2-3 раза в день – это дети, которые, ну, и взрослые у нас страдают от окна. У нас есть совершенно замечательных случаев, вот именно наших, да, которые мы наблюдали, ребят, которые страдают от окна достаточно давно, с очень большой поверхностью поражения не только на лице, но и на спине. И у нас, да, то, что касается пропионики, то, что касается пропионики в баночке, да, значит, маленькой, вот пользовались, ну, то затухает, то опять возникает. Но когда мы добавили пропионику, и когда у нас съел этот мальчик, первый был мальчик у нас, 16 лет, когда он 2 банки у нас съел, ну, что мы вам сейчас уже прописываем дозировку в банках, вот сколько нужно выпить в лаконах для того, чтобы получить результат. Мальчик у нас где-то за полтора месяца съел 2 банки. Вы знаете, он очистился полностью практически, совершенно замечательно. Сейчас чуть-чуть высыпает, но он уже понимает, как. И понятно, когда мы стали разбираться с мамой о том, что ребенок – ботан, он в постоянном стрессе, значит, его гнобят в школе, извините, на мой французский, что я перешла на такой вот сленг, его гнобят постоянно в школе. Он вот такой вот не очень физически развитый мальчик, потому что в детстве много болел. И вот эта вот история постоянного стресса привела вот к такому вот заболеванию. А дальше все еще усугубляется. Ты вот такой, ты не крепыш, ты вообще ботан, ты вращавый, ребенок замыкается, и одна проблема дальше тянет другую. Вот он стал лучше себя чувствовать и так далее. То есть уже более подробные истории мы вот их проводим и сами знаем. У нас есть такая же девочка, скажем, девочка постарше, 27 лет, у которой акне, периодически возникает именно акне, достаточно глубокое поражение. Она у нас три банки съела, ну, видимо, потому что большая, да, три банки съела. Но, в общем-то, существенное улучшение. Да, ну и, в общем, резюмируя по этому продукту, нужно говорить, что продукт гораздо более универсальный, чем только связан с проблемной кожей и так далее. То есть при многих проблемах можно использовать. И, соответственно, сезонов здесь нет четкого. То есть можно считать его универсальным. Поэтому, если его использовать весной, то он будет более активным в отношении печени. Соответственно, если использовать сейчас осенью, будет более максимальный эффект в отношении кожи и так далее. То есть то, что мы предыдущие говорили. Ну, тогда с какого возраста? Ну, мы уже говорили, что это продукт пищевой. Он не содержит ничего, что может каким-то образом изменить организм и так далее, подчинить себе организм и так далее. Вот. Это пищевой продукт, и поэтому его можно использовать, ну, практически с детского, с малолетнего возраста. И беременным тоже особого противоказания здесь никаких нет. Обычно, да, мы говорим как, что пока у ребенка не сформирован желудочно-кишечный тракт, а он где-то год и год там, ну, где-то два года, чуть больше года формируется. Лучше туда не лезть, не с какими прибётиками, прибётиками, если вам не прописал врач. Или это уже ваш выбор, как у мамы, мы в эти истории не лезем. Вот. Но старше, там, начиная с трех лет, я думаю, что это совершенно спокойно. Можно давать небольшими дозировками, чтобы ребенок просто водичку разводить. Ну, мы и так... Микрофлора вся, да, формируется в течение года у ребенка, и практически все, что у мамы есть, все переходит ему, ребенку, да. Чем разнообразней микрофлора, тем лучше. Беременным я лучше бы рекомендовал подобрать себе какой-то пребиотический комплекс, то есть именно средства, которые будут восстанавливать, поддерживать активность именно той микрофлоры, которая у мамы есть. А пробиотики – это все-таки живые микроорганизмы, но чужие. Они все равно не переживутся и особую роль не сделают. Ну, какую-то иммунную, может быть, роль выполнят. А нужно ли сейчас вмешиваться в иммунитет в периодности? Это, допустим, чайную ложечку в день для профилактики каких-то грипп, когда грипп идет, что-то еще, или нет. Скажите, Сергей Николаевич. Это можно. Можно принимать, да. Или сонатизма, бам, едать не надо, понемножечку. Вот, но и еще дополнительно искать, у нас, к сожалению, пока нет такого продукта, комплексный пребиотик, который бы стимулировал вифиды, там, кластриди, элобактерии, то есть микрофлору, которая характерна именно у этой женщины. Чем она сильнее и разнообразнее будет микрофлора, тем больше достанется ребенку, тем как бы жизненный потенциал и возможностей физиологических будет больше и у ребенка. Мы добрались до большого счастья. Вот он стоит, гиполайк, любимый, который давно-давно-давно дождала-ждала, пока не дождалась. Потому что и сейчас очень актуален продукт, вот на АБС он приходит сегодня, да, по-моему, завтра приходит на АБС, и скоро вы его уже получите. И продукт, на мой взгляд, вообще уникальный, потому что, естественно, что мне повезло, я люблю работать с какими-то такими проектами, потому что все для себя имею. И обычно очень много продуктов я стараюсь заказывать и разбираться, вот тех продуктов, которые помогают решать проблему меня, моей семьи, моих близких и так далее. Я понимаю, что большое количество людей, у нас примерно одинаковые проблемы со всеми нашими окружающими. Вот такой замечательный стик. Вот, и если вы видите уже на экране, да, что там идет экстрактор, то вы имели семена расторопши, календула, имбирь, кукурузные рыльца, да, и сразу же музыка и навеяла, да, что все эти вещи нам когда-то, да, заваривали, кукурузные рыльца мы пили, расторопши мы ели, чего мы только не делали. При этом есть инулин из цикория, то есть любимые пребиотики, да, успокаивающие, там, мелисы, имбирь. Да, разгружают, разгружают печень дополнительно, да. Совершенно чудесные. И сразу могу сказать два слова, вот по поводу, вот здесь написано, направление эффекта, улучшение работы печени, желчевыводящих путей, защита и разгрузка. Замечательно, вот когда у среднего внука, Васи, у нашего периодически возникает жуткая совершенно аллергия, а мы тестировали гиполайт, вот, и давая ему буквально там по чайной ложечке, два-три раза в день, мы аллергию снимали за два-три дня, когда, вот скажем, перед этим, иногда за день, вот сразу если поймали, щечки поплыли, спинка поплыла, попа шершавая, вот, давали два-три раза в день, и ребенок утром просыпался абсолютно чисто, он говорит, бабуля, так не бывает. Вот, совершенно замечательный продукт, я его очень давно жду, а вы нам скажите пару слов теперь сами, мы-то его уже попробовали, вы тоже. Ну, по разным причинам, то есть, или анатомическим, физиологическим, или еще что-то, то есть, часто, или образу жизни печень наша не справляется, да, то есть, ей нужно оказывать помощь всяческую и так далее, поддержку. То есть, существует достаточно большой арсенал препаратов в этом отношении, но мы создавали именно пищевой продукт, чтобы эффект был мягкий, чтобы все экстракты были сбалансированы, чтобы достаточно был эффект разносторонний, одни в отношении именно клеток печени, а другие в отношении, чтобы желчегонный был эффект, другие в отношении того, чтобы не было спазмов по желчевыводящим путям. То есть, и одновременно согревание, одновременно, то есть, перебиотики, которые, ну, например, снижают азотную нагрузку, аммиачную нагрузку на печень, таким образом улучшают ее состояние. Поэтому этот продукт нужно, скорее всего, не для того, и вернее, не для того, что когда вы переели, и у вас плохо с печенью, и в это время его использовать, этот продукт, нет, это, скорее всего, продукт для регулярного применения, для того, чтобы поддерживать печень, как сказать, в спортивном режиме, нормальном состоянии. Мы так и рекомендуем, мы рекомендуем все-таки курсы, и я вот еще раз обращаю ваше внимание на то, что сейчас очень много наших продуктов выходит в порционном изображении, когда вы можете взять с собой, кинуть несколько стиков, то, что надо бы поехали куда-то, да, не носить большую банку, небольшие флаконы и так далее. Ну вот гиполайт, он настолько понятен, на мой взгляд, что просто открывая там состав, ты сразу говоришь, понятно, да, что при биотике, расторопшая, календула, имбирь, кукурузная рыльца, все, да, все чудесно, вкусненько, и дети, и взрослые пьют с удовольствием в ложку, порция сразу же, все вот совершенно замечательно. И вот уже в каком каталоге лечка? В 17-м или 17-м? В 17-м каталоге, вот, ну кто-то по автозаказу может заказать, это счастье, вот это красота. Это прям битрапливь. Сама сегодня первый раз уже в готовом виде увидела сам пакет, очень красиво, да. Ну и сразу вот предыдущую часть разговора можно вот здесь подчеркнуть, что наиболее эффективным временем для приема этого продукта является прием на ночь перед сном, и оптимальный сезон, когда это не значит, что не нужен другой сезон, наиболее эффективный сезон, да, для этого продукта – это ранняя весна. Ну вот для меня, например, наиболее эффективный продукт, ранней весной это попью, как бы, да, 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 но вот сейчас у меня проблема с желчным пузырем, ну, для меня это продукт выбора, да, потому что либо я должна пить таблетки, вот не было гиполайта, я пила аллахону, потому что вот чувствую все время, скажем, тяжесть в правом подреберье. Вот сейчас свои продукты появляются вот такие, и для меня это продукт выбора, потому что у меня хроническая. Вот, замечательно. Дальше, значит, следующий продукт. Ну, мы планировали еще поговорить об ароматах. Мы можем большую школу про ароматы. Может, отдельно. Отдельно, потому что про ароматы я тоже могу, как гармонь пульская, с регистрами пить регулярно, да, это любимая тема, вот, но сейчас я бы вот, два слова вообще об ароматах, мы отдельно школу заявим, проведем ее вместе, вот, а сейчас я бы хотела про монарду и про то, что вообще у нас есть. У нас будет линейка. То есть, если говорить кратко о теории, как ароматы или эфирные масла воздействуют на организмы. То есть, нужно представлять, что на самом деле все различные организмы находятся между собой в определенных взаимоотношениях. Либо они воюют друг с другом, либо дружат, либо поддерживают друг друга, либо сигнализируют друг друга о чем-то. То есть, когда мы говорим и о бактериях, и о водорослях, и растениях, и о животных, и о человеке, все они между собой как-то взаимодействуют. Не только как пищевая там цепочка друг друга поедает, но есть и сигнальные вещи. То есть, в принципе, например, мы знаем, что когда мы используем какие-то вещества из одних бактерий в отношении других бактерий, да, используются, например, получаются антибиотики. Если мы используем свойства там взаимоотношения вирусов и бактерий, то мы говорим, например, о фаготерапии, о бактериофагах. То есть, существуют разные уровни взаимоотношений. И вот существует еще и уровень взаимоотношений, когда ароматические вещества действуют на наш организм. То есть, есть запахи, которые исходно неприятные нам, да, это, как правило, и сигнализирует, предупреждает нас о том, что здесь что-то нехорошее, здесь что-то неправильное, здесь опасность. И есть приятные запахи, которые нам сигнализируют, определенные воздействия оказывают на нашу эмоциональную сферу. При этом надо понимать, что одним, один запах больше нравится, другому не нравится, другому категорически нравится. Это связано как раз именно с тем, что с нашей определенной, с пониманием интуицией, да, что какой аромат на как нас воздействует. Поэтому при этом многие сигнальные вещества в отношениях между различными организмами одинаковыми. То есть, если одно растение сигнализирует другому растению, что все хорошо, то же самое оно присигнализирует этим же веществом и нам. И если, например, вот мы говорили про серотонин, да, то есть серотонин для нас гормон активности, да, и бодрости, то то же самое и происходит с бактерией. То есть бактерии, если начинают, у них сложились хорошие отношения и условия, они начинают активно выделять серотонин, и это сигнал для соседей, для своих, что вы можете тоже быстрее размножаться. Да, то есть есть сигнальные вещества одного и того же плана. Поэтому многие растения между собой общаются, растения с насекомыми общаются, растения также общаются с человеком. Ну вот ты пообщался с монардой, например, да? Да. И у нас возник продукт, который называется аромат монардой. И тут я пару слов хочу сказать. Меня слышно или нет? Так? Так? Так, Дим? Да, окей. Значит, вроде я правильно нажимал. Окей, значит, вот Сергей Константинович пообщался с растением монарда. И появился, значит, продукт, который открывает достаточно большую линейку, которая будет называться ароматы, куда вводятся продукты пищевые. Это совершенно гениальная история на сегодняшний момент. Вот использование ароматов, именно аромамасел, эфирных масел в пищу практически очень-очень сложная тема, да? И поскольку это концентрат для приготовления напитка, это абсолютно пищевой продукт. То есть здесь, ну как условно в капсул, когда находится, мы не будем сейчас усугубляться, что это такое, да? То есть специальный раствор, в котором равномерно распределены молекулы эфирных масел монарды. И это можно использовать в бане, в питье, во время засолки, там, ароматизация чая, в напитках, коктейли вы пьете или еще какие-то вещи, и какие-то вещи, в любой пищу, которую вы едите. Я, допустим, аромат монарды, поскольку монарды я монатка, я очень люблю, да, аромат монарды я использую, я даже крем добавляю. Да, пощипывает, но я прекрасно понимаю, что кожа уплотняется, ну сначала попробуйте на руке, я люблю по-богатому. Вот, и даже так, я использую, допустим, в бане, я просто наливаю несколько капель воду, капель 10, да, и потом просто обливаю, здесь все равно есть какая-то основа, обливаю полки, потолок, чтобы был вот этот вот запах. Я вот буквально в субботу брызгала даже на каменку, просто вот взяла капельку с водой, значит, и просто без воды. Небольшой, небольшой совершенно дух вот именно самой основы, но особо она меня как-то не смутила в бане. Но есть гурманы, может быть, не надо. То есть, на самом деле, воздействие аромомасел, воздействие эфирных масел, может быть, разным, может быть, это через обоняние, да, фитонциды, но мы говорим о принятии вовнутрь. Я, знаете, на сегодняшний день только пару компаний в мире, да, которые производят желатиновые капсулы, внутри которых просто находится в составе какого-нибудь масла, еще и эфирное масло. А нам вообще с вами категорически повезло. И я думаю, что нам надо проводить, мы проведем ряд специальных школ именно по работе с эфирными маслами, потому что я знаю фанатов очень много, я вообще фанатка совершенно повернутая на этом. Я очень много в своей жизни, скажем, инвестировала времени вот в изучение этой вот проблемы, да, именно решения различных проблем со здоровьем и именно при помощи ароматотерапии. Сама лично была знакома с Владиславом Владимировичем Николаевским. И вот мы, эта книжка, которой мы помогали ему все время издавать, это совершенно гениальный доктор наук был, но сейчас, к сожалению, он уже умер, возглавлял Ялтинский институт в свое время. И работал с НПО «Энергия», когда работали в замкнутых пространствах, там на подводных лодках, где люди, боящиеся клаустрофобии, космонавтам пытались там делать. Мы все расскажем. Но я сейчас хочу сказать два слова, времени у нас мало. Я вам хочу прочитать выдержку Николаевского. Николаевский был инициатором после того, как случился Чернобыль, чтобы разводить Монарду в Крыму, в Новосибирске, именно создание плантации, потому что трех лет, когда ей нужно было. И он посвятил этому очень большое количество времени, потому что Монарда является очень хорошим радиопротектором. Она защищает нас от именно радиоактивных излучений, и не только. Исследованием Монардой занимались очень много. И здесь как раз есть объективные разные показатели по поводу того, сколько там крыса съела, сколько она потом жила, как ее облучали. И про много-много разных эфирных масел, которые мы с вами будем работать и прописи, на которых мы вам будем давать. Вот уже ссылаясь на такие, я бы сказала, это фундаментальная наука, да, это не просто там, тут вот есть традиции мировые такие, есть традиции мировые такие. А мы говорим с вами о фундаментальных исследованиях, которые были проведены в Яртинском институте Министерства, то есть очень интересно. Читаю про Монарду, как обещала. Сейчас очки скучу. Так, значит, показания к применению. Заболевания, вызванные мекоплазменной инфекцией, то есть грибы, да, плесень и грибы. Острые затяжные пневмонии. Хронический бронхит, туберкулез. Бронхоэктотическая болезнь. Снижение местного иммунитета. Вторичные иммунодефициты. Снижение неспецифической резистентности организма. Т-системы иммунитета. Профилактика ОРЗ и гриппа. Старение организма. Матеросклероз. Иммунно-метаболическая стадия канцерогенеза. Сережа сейчас перейдет. Так, стресс. Анемия, гипоксия, оптимизация и адаптация организма к новым климатическим условиям. Пожилой возраст. Малые радиационные воздействия. И там, значит, по количеству капель, да, о которых мы говорим. На самом деле, вот если про остальные растения здесь написано по полстраничке, вот про Монарду, вот это у нас все Монарда. Одна страничка, вот Монарда, вторая страничка Монарда. Вот, две с половиной для Николаевского это очень много. И очень многие задают нам вопросы по поводу именно, а почему именно Монарда, а зачем. Мы, проводя наши школы, вот Ирина Львовна здесь сидит, Шувалова, да, доктор, Елена Викторовна Киселева, Сергей Константинович. Мы работали очень много с бактериофагами, очень много говорили, автор препарата, вот Монарда для дома, да, очень много об этом рассказывали. И мы говорили, что для того, чтобы не было проблем, вы обрабатываете воздух, решаете проблему снаружи, и вы Монарду добавляете в чай, в кофе, да. И для многих ваших клиентов, и для многих новичков, дистрибьюторов, это была такой, знаете, легкая шоковая терапия, что крапива, все углы, и все у тебя будет замечательно. И поэтому, значит, Сергей Константинович с моей Юрьевной решили, да, получил задание, они тут посидели все подумали, и решили сделать вот как раз вот такие вот концентраты, чтобы у ваших клиентов, у ваших новичков, это не вызывало, там, вот для дома, да, дихлофос, давайте побрызгаем в чай, и будет у нас защита изнутри. Ну, как раз вот позиция, понимаете, изнутри и снаружи, да, пропионика есть у нас изнутри, которой мы пользуемся, которой мы кушаем, да, вот она, которую Сима у нас есть, отбираем ее постоянно. Вот, и пропионика у нас есть, жидкость, да, экстракт пропионовокислых бактерий, которым мы пользуемся снаружи. Дальше, значит, у нас есть монарда, когда мы обрабатываем воздух, которым мы дышим, да, вот все это обрабатываем поверхности и прочее, у нас есть монарда для изнутри. То есть теперь это огромное конкурентное преимущество компании Фаберлик появление такой линейки, которая разрешает использовать эфирные масла вовнутрь при приготовлении различных коктейлей. Потому что практически все эфирные масла обладают антиоксидантным действием, то есть они все усиливают иммунитет. Более того, у них есть еще и направленное действие. Кто-то на грибы, кто-то на бактерии, кто-то нужен для того, чтобы, допустим, там избавиться от метеоризма, кто-то снимает спазмы. Вот такую линейку мы сейчас оставляем, их достаточно много будет выходить. Я вас поздравляю, вот такие красивые бутылочки, в которых будет 50 миллилитров концентрата, аромата, которые достаточно большие. Вот сейчас как раз, ну, к сожалению, или к счастью, да, мы очень долго их искали, чтобы это было красиво, скапельницы. Вот такая красивая вещь, вот, и хорошо прокапывается. То есть это немецкая упаковка, мы вообще первая компания, которая ввозит эту упаковку в страну. Я просмотрела огромное количество материалов и случайно увидела слайд, на котором мужчина показывает упаковку. Я нашла эту компанию, мы запросили, и вот, Бибелик, первая компания, которая этот продукт заказывает. Мы проверили, как эти масла держат, как они себя ведут в этой упаковке. Вот сейчас ее заказали, и в связи с переходом на новую упаковку, весной вы начнете получать уже новые ароматы, да. И я очень горжусь тем, что это вот такое наше достижение. Я рада, что, наконец, масло фенхеля мне утвердили, что оно тоже у нас будет, потому что, конечно, сейчас вот во время дефицита препаратов, во время категорической вот этой вот, ну, я извиняюсь, контрафакта подделки аптечных препаратов, ты никогда не знаешь, ты защищен или не защищен, так же покупая эфирные масла, которые, я прекрасно знаю, как они бодяжатся, вот, что с этим происходит. Очень трудно найти качественное масло в аптеке. Да, очень трудно найти. Поэтому вот такую вот линейку мы притворяем. Сейчас время, извините, такое вот ОРЗ, ОРВИ, все, что хотите, поэтому добавляйте в чай, добавляйте в коктейли, добавляйте везде. А системную работу именно по ароматотерапии, по ароматерапии, более того, раз мы можем это кушать, вот, мы начнем просто где-нибудь ближе, наверное, к весне, когда уже будут появляться продукты, начнем уже обучать, вот, говорите о теоретических каких-то основах. То есть это безумно интересная вещь. Вот, я думаю, что вы точно так же, как и мы, будете к этому относиться с большим интересом. Это обогащает не только с точки зрения улучшения здоровья, это обогащает с точки зрения еще общей культуры. Это вот тысячелетние традиции, которые потом уже переработаны с точки зрения науки, да. Это увлекательнейшая страна, в которую мы вас и приглашаем. Итак, значит, что у нас там осталось, Сергей Константинович? Ну вот, еще если добавить про Монарду, то вот новый концентрат напитка отличается тем, что, в принципе, это и задача ставилась перед этим продуктом, что этот продукт без воды, поэтому он без консервантов. Ну и, соответственно, аромат естественный, без дополнительных стабилизаторов, каких-то синтетических компонентов и так далее, то есть, которые обеспечивали бы вот ненужную как бы составляющую, да. И, конечно, и консерванты, как правило, если мы постоянно говорим о микрофлоре, то стараемся и продукты создавать с минимумом консервантов, антибиотиков и так далее. Вот. И поскольку, в принципе, этот продукт как бы сформировался, был такой даже вопрос, как бы от вас пришел, от дистрибьюторов, что вот мы пользуемся Монардой, используем ее, но вот в Монарде, которые для помещений, там есть же консерванты, и это как хорошо и нехорошо, и почему, сделайте, пожалуйста, что-то вот в этом направлении, что мы же используем этот продукт вовнутрь, сделайте нам продукт вовнутрь на основе этого масла. И, соответственно, когда получился первый продукт, то и есть уже возможность, да, есть возможность расширить эту линейку, тем более ассортимент эфирных масел достаточно широкий, спектр назначений достаточно широкий, и это дополнительный инструмент и нам, и вам, чтобы следить за своим здоровьем. Денежки зарабатывать. Да, поэтому этот продукт воздействовать можно использовать и как через обоняние, да, систему сигнальную, которая на мозг действует, так и через систему пищеварения, которая попадает, и через кожу, в принципе, тоже можно использовать, но в данном случае концентрат в прямом нежелательно использовать, если только вводить состав косметических средств. Ну, и вот хотелось представить, что, в принципе, запланированы, какие продукты, то есть запланированы продукты цитрусового направления, это лимон, апельсин, грейпфрут, бергамот. Запланирован имбирь, но пока с ним определенные сложности, потому что это достаточно сложно выделяемое эфирное масло. Дорогущее. И мало содержится, пахнет хорошо имбирь, но выделить оттуда достаточно сложно. Эфирное масло качественное, то есть либо ноты идут в одну сторону запаха, либо в другие, исходного как бы растения мало остается того запаха, к какому привыкли. Фенхель и планируется тоже пажатник, с пажатником сложнее тоже, то есть как с имбирем и с пажатником достаточно сложно. Но пока работаем над этим, решим. И вот фенхель или укропная вода, это как бы воспроизведение того классического продукта, который, может быть, помнят, кто рос, как говорится, в 50-е, 60-е, 70-е годы. Да, я тоже, но ты прям совсем не позорь. Ну, я же помню, это делали в производственных отделах, аптеках, а в 80-е годы практически все производственные отделы в аптеках закрылись, все перешли на готовые формы аптеки торговать. Поэтому укропную воду раньше можно было спокойно купить в аптеке, сейчас это проблема. Ну, я бы про генхель вообще еще поборолась, да? Это прекрасный спазмолитик, это гепатопротекторное действие замечательное. Значит, мало того, что колики, метеоризм, это понятно, да? Это одна история замечательная, но это еще прекрасный антидепрессант. То есть каждое масло, оно достаточно, ну скажу, многофункционально. Вот, и Сергей, когда он выбирает масла именно для продуктов наших, у него есть замечательный способ, когда он смотрит по пикам, по определенным, чтобы вот все масло было правильным, все вопросы были решены. То есть мы очень серьезно подходим именно к подбору изначального сырья в эфирных маслах, это актуально. Так что такое нас ожидает счастье. Ну, нам сказали, что всего, может быть, даже и 20 новых ароматов. Вот, и вот не договорил про фенхель, про укропную воду, у него был недостаток, что он был аптечного производства. И хранился. И хранился он 2-3 недели в условиях холодильника. Этот же продукт долгосрочный, можно всегда из концентрата сделать, воспроизвести ту укропную воду в какой надо концентрации, и спокойно использовать. То есть, и одновременно это и замена тех синтетических препаратов на основе силиконов, скажем там, кремния органики, которые используются для борьбы с метеоризмом. То есть это натуральный продукт, который не только борется с метеоризмом, но еще дополнительно решает, что не может силиконовый продукт решить, может снять и спазм, и успокоить. Да, то есть более широкие показания. Ну, иногда, как говорится, все хорошо, новое, да, это хорошо забытое, старое. В данном случае это как бы на новом уровне технологий, технологических возможностей попробовать воспроизвести тот шикарный продукт, который был. Так, и сейчас попробуем посмотреть, что у нас с вопросами. 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 Совсем у нас его не осталось, может, и вопросов нет, не знаю. Так, есть ли у нас вопросы? Так. Так, у нас же так, йогурт, это не надо, сейчас пошли сюда, в рапионику дальше. Ага. Вот замечательный вопрос, Сергей Константинович. Почему у нас входят бактериофаги в гель с гиалуроновой кислотой? Вот спрашивает нас девочка. Да. Так, ну вот здесь ситуация какая. То есть, если мы говорим о веществах, которые присутствуют у нас в коже, которые обеспечивают тургор кожи, то есть это гиалуроновая кислота, да, коллаген и так далее. То есть большие полимерные молекулы, которые обеспечивают тургор кожи нашей. Но существует несколько причин, почему их становится меньше, этих веществ, и, соответственно, тургор ослабевает. То есть основная причина, это, например, с возрастом снижается, да, то есть снижается их образование. Либо вторая причина, ускоряется их разрушение. А причин, почему происходит ускорение разрушения, то есть это возраст, да, то есть какие токсические вещества воздействуют и так далее. Но есть еще и бактерии, которые постоянно присутствуют у нас на коже, да, в периоды болезни их больше, в периоды оптимального состояния может быть их меньше. Но одна из их возможностей, то, что они выделяют такие вещества, ферменты, например, гиалуронидазу, да, это фермент... Если гиалуронидаза, то это съедает. Да, вот это аза на конце, это фермент, разрушающий гиалуроновую кислоту. Соответственно, когда мы создавали этот продукт, мы постарались все подходы, которые можно использовать, да, использовать для восстановления. То есть первое, это сама собственная гиалуронная кислота, которая компенсирует дефицит гиалуронной кислоты, экстракты, хвоща, которые содержат кремно-органические формы, которые стимулируют синтез коллагена и гиалуронной кислоты. И третье, содержат фаги, которые уничтожают бактерии, которые способны выделять гиалуронидазу, гиалуронидазу, разрушающую гиалурону. Соответственно проводились эксперименты с микромером. Вот, то есть, получается, если мы используем эти продукты, мы и восстанавливаем дефицит, и стимулируем внутренний синтез, и защищаем от тех бактерий, которые способны стимулировать разрушение гиалуроновой кислоты. Ну, я бы добавила еще... То есть был социальный заказ, да, такой, именно с моей стороны, да, я сказала, что вот эгоизм в наших продуктах, он мой, что мне нужен был такой продукт, который можно использовать либо, значит, с аппаратной косметикой, да, то есть, чтобы он хорошо очень разносился, либо при массажах, либо, как это называется, вот эти штучки при мезотерапии, которые, ну, вот как специальные такие массажеры с иголочками. Вот мне нужно было, чтобы именно консистенция этого геля была такой, чтобы можно было использовать гельсу с гиалуроновой кислотой для микротоков, для массажеров игольчатых вот этих вот, для массажей и прочего, чтобы не было жира, и вот я этот продукт получила, и я считаю, что этот продукт именно по назначению можно использовать. Он в очень маленьких дозировках пользуется, и совершенно гениальный, те, кто пробовали, те уже знают. И, конечно, особенности вот этого продукта в том, что бактериофаги способствуют тому, чтобы бактерии, которые выделяют гиалуронидазу, азу, азу, да, вот, они... Не работали, да. А работала наша любимая гиалуронка. Да. Вот. С какого возраста можно использовать? То есть, любого. Сухая кожа используя, не сухая, не используя, как хочешь. В принципе, нет, вот я всегда говорю, не смотрите на возраст, смотрите в паспорт. Не смотрите в паспорт, смотрите, пардон, на лицо, да. Если у вас сухая кожа, и вот вы чувствуете, что это... А сейчас включились обогреватели, воздух сухой. Ну так взяли гиалуроночки-то. И мороз на улице. У них разное воздействие, да, с... Аквалис – это одна история, гиалуронка – это другая. Но школа будет еще специально по этому поводу. Они немножко по-разному воздействуют. Но я пользуюсь и тем, и другим. Я пользуюсь, допустим, на ночь всегда гиалуронкой, а утром всегда, аквалис, встала рано, я обязательно все равно наношу. У меня сухая кожа и мне лет много. Ну и самое главное, чтобы понимать, что комплекс фагов специальный, не тот, который, не те, которые используются для наружных средств и для других косметических средств. То есть это специальный, как бы, свой арсенал. Как влияет? Большое спасибо, все поняла. Вот тут в конце школы, что-то я не вижу больше вопросов. Вопросы закончились, да, у нас? Как влияет на ритм систему сон с работой телевизора? Я вынуждена спать с работающим с телевизором. Это плохо влияет. Наберу в уши, в сон в уши? Нет, здесь в чем дело? Главное, чтобы свет от телевизора не попадал. А вот эти очки специальные, если ты одеваешь, как вот эти очки? Ну вот я вам как раз говорил по ходу лекции, что не только через глаза, но и через кожу тоже идет сигнал. То есть если... То есть если палатка... Да, свет, свет даже с улицы, с фонарей попадает. Все равно кожа реагирует. Ну вот сейчас даже статистика есть. В более освещенных городах выше риск онкологических заболеваний. Потому что вот эта гормональная система, в том числе амилатонин, одна из функций, это тоже профилактическая стабильность в отношении онкологических заболеваний. Поэтому ночь, ночь это должна быть. Ночь, день это день. Днем нужно хоть сколько-то быть на солнце. Ночью нужно обязательно быть в темноте, чтобы синхронизироваться. Надо ширмочку, занавеску какую-то или еще что-то. Полок на кровати. Да, потому что защита глаз не спасает. Ну что, я думаю, что я больше пока вопросов не вижу. Время наше подошло к концу. Дим, вопросы есть еще? А где? Вот я не вижу здесь. Посмотри, пожалуйста. Где? В какое время суток лучше пить пропионику? А было же написано. Да, если у нас пропионика основное, мы говорили, что это универсальный продукт. Если его принимать в основном на ночь, то основной его эффект в осношении кожи, он будет в это время. То есть здесь нужно понять, если вы пропионика пьете для того, чтобы для кожи и для пищеварения, это должен быть ночной прием. Если вы думаете, что его использовать совместно со средствами для улучшения сердечно-сосудистой деятельности и так далее, то это дневной прием. То есть здесь нужно в соответствии с той таблицей, которая есть, посмотреть и все это понять. Ну и потом, если мы говорим о профилактике, да, когда вот сейчас идет... Да, если для профилактики какие-то респираторные заболевания, это можно утром и после обеда принять, пожалуйста. Можно жить два раза в день. Но если в отношении кишечник к коже, то обязательно хотя бы один ночной прием оставить. Ну, я думаю, вот все, да, в основном? Ну, мы можем сказать всем до свидания, до новых встреч в эфире. До свидания. Поблагодарить Сергея Константиновича за интересную работу. Вот, и будем общаться, работать. Главное, чтобы было у вас больше фронта для работы. Пишите, да, чтобы это было. Пишите вопросы в обратной связи. И я надеюсь, что школа вам помогает для того, чтобы и сейчас помочь, чтобы понять новинки. Они у нас все очень непростые. Вот, легких путей не ищем. Поэтому все новинки, которые мы выпускаем, они отличаются от того, что присутствуют на рынке. Мы хотим, чтобы консультанты Фаберлик гордились своей компанией. Вот, и говорили о том, что вот такого больше нет, да, вот ароматов, то, что можно делать. Вот такого продукта, как пропионика, тоже нет. Гиполайт, он другая подача, да, что это все-таки другой подход совершенно, когда мы объединяем фитокомпонент именно в гелевой форме, а мы объединяем его с пребиотиками. То есть мне нравится такое вот комплексное отношение, очень интересное. Вот с чем вас поздравляю. Еще раз с праздником. Тут пишут, какой праздник, покрова Божьей Матери. Говорят, что она особенно благоволилась вот к России, когда она покрыла Россию своим амфором, вот нашу страну, вообще всю вот эту вот территорию. Скажем, бывшего Советского Союза. Вот, всем удачи, счастья, хорошего настроения, несмотря на то, что солнце все меньше, и где хотите его искать, я не знаю, но будем искать. А пропионика, эфирные масла, это тоже как бы ее покрова тоже одни из ее составных. Много лет знакомы. Всего доброго, до свидания. До свидания. Хорошей работы. У вас будет хорошая работа, у нас будет еще лучше, значит. А счастья? А это взаимосвязано. А, хорошо. Счастья, здоровья, успехов. Всем до свидания. До свидания. Продолжение следует...